Семинар, посвященный теме реализации новой редакции информационной стратегии по ВИЧ-СПИДу в Республике Беларусь, прошел в областном центре. Главная цель мероприятия – формирование информационного поля страны, содействующего снижению предвзятости и дискриминации в отношении людей, живущих с ВИЧ и ключевых групп населения. Встреча в формате «Живого диалога» объединила порядка 30 человек, в числе которых представители органов власти и средств массовой информации, специалисты организации здравоохранения, санитарно-эпидемиологическая служба, также общественных ВИЧ-сервисных и коммерческих организаций региона. Что вызвало к жизни? В первую очередь то, что, как я уже говорил, предыдущие задачи информационной стратегии были выполнены, однако возникли новые какие-то вещи. Во-первых, это то, что сейчас главный барьер на пути к профилактике и лечению ВИЧ-инфекции для того, чтобы к 2030 году покончить с ВИЧ-инфекцией, стало такое понятие, как стигма. Важный момент, что вызвало к жизни информационную стратегию, то, что информационные материалы любые, я имею в виду и СМИ, и интернет, и, соответственно, любые какие-то образы социальной рекламы должны обращать внимание на эту тему и, самое главное, разрушать существующую стигму, разрушать существующие стереотипы, которые существуют в отношении людей, живущих с ВИЧ, самой ВИЧ-инфекцией, и, соответственно, чтобы эти мифы не мешали Беларуси стать первой страной в Восточной Европе и Центральной Азии, которая победит ВИЧ-инфекцию. В республике зарегистрировано более уже 21 тысячи проживающих людей, живущих с ВИЧ. И в случае у нас ежегодно от 2 тысяч до 2,5 тысячи регистрируются. В основном у нас болеют старше от 25 до 49 лет, преобладает половой путь передачи более 70%. Инъекционное употребление наркотиков в 17% случаев в Республике Беларусь. Сейчас у нас реализуется государственная программа под программой профилактики ВИЧ-инфекции до 2020 года. И основной у нас в мире цель 90-90-90. Это значит, что 90% людей будут знать свой статус ВИЧ-инфекции, 90% людей будут принимать лечение. И из этих лиц у 90% будет пониженная вирусная нагрузка. Сегодня проблема ВИЧ-инфекции стоит остро во всем мировом сообществе. К сожалению, Брещину эта участь не минула. Инфекция не дремлет и ежегодно уносит множество жизней. Прежде всего, она разрушает иммунную систему человека. Несмотря на то, что ведется активная работа в информировании населения по проблемам профилактики путепередачи ВИЧ и течение самой болезни, остановить распространение инфекции пока еще не удается. Ежегодно мы перерастаем на количество случаев ВИЧ-инфекции где-то 170-180 случаев новых регистрируется в Брестской области. Вот за первое полугодие 2019 года у нас выявлено новых 74 случаев ВИЧ-инфекции. В основном это путь передачи 80-50% это половой путь заражения ВИЧ-инфекцией, а на остальные пути это у нас инъекционный путь и от матери к ребенку. У нас один случай в этом году выявлен заражение ребенка от матери к ребенку. Если брать с прошлым годом, мы идем со снижением заболеваемости на 20,5% в этом году. То есть, ну, хотя мы количество обследований на 2,7% в этом году за полугодия увеличили. То есть, мы скрининг, обследование мы увеличиваем. Это правильно. Наш респондент, назовем ее Галина, знакома с болезнью не понаслышке. Ошибки, совершенные ею в подростковом возрасте, тяга к наркотикам, привели к страшному диагнозу ВИЧ. Все началось с того, что на очередной тусовке мы собрались с ребятами, и один из них предложил попробовать. И, ну, мы решили попробовать. Было весело. Я не думала, что это так затянет и что это станет проблемой. Потому что после веселья был период, когда мне нужно было устраиваться на работу, и нужно было пройти медкомиссию. Именно там мне сказали, что я больна. Когда я узнала о результатах, я, конечно, я была в шоке. У меня не было слов, и я не знала, что делать. Это полностью поменяло мою жизнь, но я стараюсь не сдаваться. Девушка смотрит в будущее с позитивом, проходит курс антиретровирусной терапии, который хоть и не убивает вирус, однако замедляет его развитие. Соответственно, замедляется развитие заболевания ВИЧ. Сегодня сотрудники здравоохранения прикладывают максимум усилий, чтобы каждый молодой человек был подкован не только информативно, но и знал свой ВИЧ-статус. А экспресс-тест, который можно приобрести в любой аптеке города, станет верным помощником в быстром определении болезни.